Так, сегодня у нас будет такой рассказ, состоящий из нескольких маленьких частей. Во-первых, за мной остался небольшой должок в виде такого неравенства. В сущности оно конечномерное, хотя можно то же самое доказать и в бесконечномерном случае. На самом деле мы докажем сейчас вот такую теорему. Сейчас я аккуратно сформулирую. Да, теорема, которая... Теорема, я напомню, была такая, что если у нас есть А, можете думать, что это обычный конечномерный оператор, или в какие-то пространства, то у него есть собственные значения. То есть это корни характеристического многочтена с кратностями. И мы будем считать, что они у нас нумерованы в порядке убывания... в порядке убывания, значит, в действительной части. Простите, модуля. И то же самое мы сделаем с сингулярными числами. То есть, значит, давайте мы для них... Ну, там для них будет разное обозначение. Давайте мы считаем, что у нас мюн это сингулярные числа. То есть А со звездочкой А имеет спектром мю1 в квадрате и так далее, мюн в квадрате. Причем, значит, мюн 1 в квадрате и мюн 2 в квадрате и мюн 2 в квадрате. Вот. Тогда мы хотели доказать, и, собственно, в этом был у нас вопрос, мы хотели доказать вот такое неравенство, что сумма моды грилянда gt, и на самом деле я докажу сегодня больше. Я докажу вот такое неравенство, что если я возьму первые несколько лямб, самых больших, то у меня получится не больше, чем если я возьму первые несколько мюн. Ну, здесь можно написать. Такое же количество. Вот. Вот, собственно, это и есть наша цель. Путь к ней будет не очень близкий. И начнем мы с такого неравенства. В этих обозначениях теорема, ее, собственно, обычно называют неравенством выделя, которая говорит, что произведение, произведение до модулей лямбда gt, ну, там, до любого V, не превосходит произведение неравенства. Доказательство, на самом деле, довольно простое. Оно состоит вот в чем. Что если... Ну, во-первых, давайте рассмотрим... Вот у нас есть наш оператор. Сейчас. Я хочу сказать следующее. Смотрите. Значит, у нас есть вот эти мюжиты. И мюжиты — это, ну, собственные числа. Я нахомню, что вот этот оператор — это модуль А в квадрате. Где А в модуле — это то самое абсолютное значение оператора. И у нас есть представление всякого оператора вот в таком виде, где оператор У, ну, он является, на самом деле, нестрогим сжатием. Он, значит, на ядре А, вопрос в ядро А отправляет в ноль, а на ортогональное дополнение является из-за метрии. А можно вопрос? Да. Подразумеваем, что у нас А диагонализовывается? Нет, не подразумеваем. Значит, здесь везде, так сказать, жорданных случаев нас совершенно устраивает. Впрочем, это все на самом деле не важно, потому что вы можете слегка расшевелить, всю матрицу расшевелить слегка, то, естественно, и лямбда, и мю меняются неправильным образом. Поэтому вы разрушаете все жордановые клетки, после чего, если у вас это, там, это или то было, вероятно, то она и останется. Ну, и предельным переходом получается, что оно верно и в исходном случае. Вот. Тут проблема в том, что, так сказать, собственные направления, они могут быть сильно, так сказать, неортогональны, и за счет этого, собственно, ну, как-то связать одно с другим будет не очень просто. Но, тем не менее, смотрите. Давайте начнем с того случая, когда... Значит, вот, предположим, у меня это С, значит, во-первых, самый сопряженный и неотрицательный. В этом случае я утверждаю, что, ну, если он сам сопряженный и неотрицательный, то тут, собственно, доказывать нечего, да? Тут написано... Ну, если он сам сопряженный, то у нас, значит, у него есть собственный байзис, у него у самого, и этот же, собственно, байзис будет годиться. Ну, так сказать, он сам себе модуль, поэтому тут доказывать нечего. Вот что я хочу сказать, что вот это самое число, ну, которое одно и то же, значит, произведение межитых, это норма оператора вот такого. Значит, если я рассмотрю оператор С, как он действует на, так сказать, внешний по этой степени, то его норма будет вот такой. Действительно, ну, давайте рассмотрим этот самый собственный байзис, ну, неважно, кого, значит, так сказать, для С. Да, тогда в этом, собственно, ну, он у нас, так сказать, диагонализуемый, ну, или если там, естественно, бывают всякие нюансы с... Ну, дайте, собственно, у нас диагонализуемый, потому что он сам сопряженный, и, соответственно, этот байзис ортогональный. А что у нас будет написано в этом, так сказать, ортогональный байзис? Будет написано произведение лямб, да? Ну, значит, самый большой из них это вот это. Согласны? Отлично. Ну, теперь давайте поймем, что у нас будет получаться, если мы стартуем с произвольного. То есть, в чем мы едем теперь? А давайте мы вот это применим, но только в нашем случае. Тогда произведение, значит, мюжитый, можно... Это спектр. Значит, мюжитый, это собственное значение, модуль А. Но я хочу сказать, что... То есть, у меня... Я могу написать вот так, а могу написать это вот так. Это одно и то же. Значит, внешняя степень, взятие внешней степени взятия абсолютной величины коммутируем. Это легко отследовать отсюда, на самом деле. Потому что, как бы, ну, вот давайте возьмем вот этот оператор. Там нетрудно понять, что он будет сопряженным, потому что у меня там байс легко, собственно, и легко написать. И что он будет связан с интересующим нас оператором, а крышечка П, ну, вот, так сказать, таким же образом, только надо на У подействовать той же самой внешней степени. Классно? Ну, вот и все. А дальше надо понять, что когда вы берете, так сказать, У крышечка П, то у вас снова получается операторского вида. Вот. Хорошо. Значит, Саша, я думаю, у тебя еще полчаса есть минимум. Гормозь, гормозь. Да. А, ну, гни, мело раздобыть. А где я, где возьму? Я могу, а где, где, где? Я возьму. Ну, важно. Нет, а где? Я сходил. Я сходил, я бы сам сходил. Ага. Я сейчас попробую это понять, да, хорошо. Ну, я не знаю, если там сидит, скажем, Сережа, можешь с него спросить? Нет. А, ну, да не знаю. Ну, ладно, пока хватит, я потом... Так, значит, дальше. Дальше мы должны вот это связать вот с этим. Здесь мы пользуемся очень простым соображением, что у оператора А крышечка П, вот у этого оператора, да, а норма, значит, норма оператора, норма абсолютно вечная, это одно и то же. Это совсем просто, значит, надо просто вспомнить, ну, что такое норма оператора. Норма оператора, я здесь напишу, норма А, это там Supremum, модуль, ну, давайте я буду, значит, модуль АХ, то есть, или можно так написать, что я беру АХ на АХ, да, и беру из этого там код. Да. Вот еще там. Да. Ну, теперь я это А переношу туда и заменяю на… это А со звездочкой А, я могу тогда написать, что Это Supremum корень из А со звездочкой АХ. А дальше я вот это заменю на модуляр в квадрате и переношу обратно, учитывая, что он самостовережённый, и я перемещаю. Ну и всё, значит норма одна. Осталось, заметьте, последнее. Вот у этого оператора у него какой спектр? У него спектр состоит из произведений лямбд. Количество пашток. Значит любое собственное значение у нас не превосходит нормы. Общий факт про операторную норму. А, кстати, сказать надо назначить того, кто конспектирует эту лекцию, между прочим. Кто коллеги, кто ещё не охватен? Миша, вы поможете конспектировать какой-то? Андрей, мне кажется, на вас смотрит. Родина. Или вы, извините, пожалуйста, забыл, как вас зовут? Я? Да. Я могу проконспектировать. Я вообще передам, что я Данил. Данил? Понятно. Ага, ну видите, значит, Данил, видите, вас вырвали из рук. А с конспектом что нам надо сделать? Прислать. Да. Прислать. А ну и в следующий раз вы заканчиваете, ладно? А надеюсь, не в тихе? А в чём же? А рутагистный. Ну, тогда нужно очень красиво выписать. Можно, можно. Хорошо. Чтобы прям можно было выкладывать интернет. Ладно? Ладно. Так, ну что? Значит, этот факт мы доказали. Можно ещё раз последний раз? Вот это? Да, да. Ну, смотрите. Если у вас есть собственный… Я скажу, что любой собственный вектор у вас не… Любой… Я хочу сказать, что если у вас есть норма императора, то она больше либо равно, чем лямбда-житого для любого же. Да. Ну, потому что просто если взять в качестве… Вот здесь в качестве х собственный вектор с этим лямбда-житого, вы мгновенно всё получите. Ну вот. Вот. Собственно, всё. Значит, раз вели мы доказали. Дальше начинается… Здрасте. Начинается… Радная… Шри. Значит… Так. Ну, давайте я доказательство сотру. Неравенство вели тоже куда-нибудь перепишу. Значит, на самом деле на этом часть, так сказать, прооператора заканчивается. Дальше мы сейчас будем делать разные вот такие трюки. Скорее просто… Скорее просто… Оцепки. Так. Значит… Это мы доказали. Так. Сейчас мы некоторое время будем заниматься вещами такими… как бы сказал подготовительными. Вот этой теореме? Ну, да. К доказательству вот этой теоремы мы на самом деле докажем даже много больше. Ну, хотя давайте я сформулирую тот результат, который мы докажем, чтобы было понятно, к чему будем двигаться. Так. Такая теорема. что пусть у меня есть фи, некоторая функция, которую он 0 плюс бесконечность переводит в угольную бесконечность. Причем, значит, верно, такие условия, что… Ну, то, что она не отрицательная уже написана, фи не убывающая, или даже будет возрастающая. Это не очень важно. Еще важное условие, что если я рассмотрю вот такую функцию, теперь переводится в фи в степени Т, то она будет глубокой. Тогда… Тогда верно, что… Ну, соответственно, то, что нас интересует, вот это неравенство, это частный случай, когда фи от x равно x. Функция, естественно, я в степени Т выпекла. Ну, например, можно было рассмотреть, фи от x равно, там, не знаю, любую степень поставить вот здесь, в смысле здесь поставить любую степень, а, да, где s больше 0. И это все равно верно. Потому что, ну, это у вас будет верно, значит, если фи от s равно, фи от x равно x в степени s, то первое очевидно, когда s больше 0. Первое очевидно верно, а второе верно. Ну, значит, какая у нас функция будет? Надо будет функция E в степени… значит… не знаю… h, t… это… и E в степени s… ну, конечно, она будет. Поэтому все. Значит, это, вот, мы здесь получили сразу вагон неравенства. вот. Это то, к чему мы будем стремиться. А теперь, как мы будем к этому стремиться? стремиться мы будем к этому, исходя из такой теоремы. Значит… так, чтобы стереть… Ладно, я думаю, вот это придется стереть… но мы… значит, потом я восстановлю ту часть, которая понадобится. Лемма будет такая… давайте введем следующее обозначение. Вот у меня есть… какой-то набор чисел… неотрицательный… есть какой-то другой набор чисел… b1, b… причем про вот этот второй набор известно следующее. Значит, что мы с ним делаем? Мы этот набор… берем от него модули, после чего мы эти модули тоже упорядочиваем. Значит, мы всегда и без набора можем сделать набор… да, и не со звездочкой, только раз со звездочкой, так, а, и со тем со звездочкой, который получается так, что… я напишу как бы не явное описание, но я уже объясню как-то, что имейте в виду, что я… говорю, что… b1… что в 7 не отрицательное… и больше 0, и что b1 со звездочкой плюс bk со звездочкой… это просто максимум… по всем… b1… bk… короче говоря, я беру самого большого, по абсолютной величине я называю его b1 со звездочкой, потом b2 со звездочкой и так далее… вот… так вот… так вот… факт, который мне нужен, будет звучать так… существует… а1… да, вот это вот такая точка… можно себе думать, что это элемент cn, да? так вот… существует еще… сколько-то точек в этом самом cn… такие, что… во-первых… у каждой из них… если… да… сейчас… прошу прощения… немножко… ракерс… значит… смотрите… в чем теперь будет состоять условие… а условие будет состоять вот в чем… что сумма… что для любого… k… от 1x до n… оно, собственно, будет очень похоже на то, что мы только что доказали в этом соль… это условие… а заключение… так вот… тогда существуют… какие точки… а1… 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 м… для которых… во-первых… все… если… с ними… проделать такое же преобразование… превратятся просто… в точку… а… и во-вторых… существует… лямбда 1… лямбда 1… лямбда m… ну… можно сказать, что это элемент синтекс… да… то есть это значит, что все они не отрицательны… и сумма лямбда жидов равна… такое что… b равно… вытекло… собственно… 12… вот такое вот утверждение… ну… давайте какую-то совсем… детскую версию докажем… потому что у нас… n равно 1… тогда… есть у меня какое-то… одно единственное число… а1… 5… как теперь… вот это условие… а теперь мы взяли какое-то… одно… другое комплексное число… да… это комплексное число… по модулю должно быть… вот всего этого не нравится… должно быть не больше 5… и тогда это какое-то комплексное число… там… не знаю… 3 плюс 4… и… взяли комплексное число… которое по модулю не больше 5… его можно разложить… во что? в линейную… выпуклую комбинацию… ну… по модулю равных пяти. В данном случае можно даже одним обойтись, но если бы я взял какое-нибудь число поменьше, то надо было бы взять такой круг, есть какая-то точка, ну возьмите там, например, диаметр, вот они, два числа и по ним расложить. В общем, в случае, по крайней мере, n равно 1, он очевидный. А дальше вот это будет сейчас некоторая работа. Давайте я, просто поскольку мне он даст мне не очень много места. Можно бы сейчас B это ввести и ввести? Что? B. Ну B это набор мобильного n. А, все понятно. B это была та самая точка, которая там где-то внутри круга. Вот. Здесь как бы идея та же самая. Что всякое, то есть можно по-другому это сказать. Что давайте возьмем точки, которые, для которых верно вот это. Тогда в их выпуклую оболочку, тогда все точки вот с этим условием входят в выпуклую оболочку таких. Ну это просто то же самое слова. Ну давайте увидим, как вот отсюда вывести теорему. А чтобы это сделать, надо сделать одно замечание, что давайте... Ну, собственно, понятно, что надо сделать. Надо взять... Так, сейчас давайте поймем. Здесь надо правильным образом логарифм расставить. И тогда все получится. Значит, посмотрите. Давайте я еще раз здесь напишу то неравенство, которое у нас уже есть. Есть у нас неравенство такое, что произведение хи от мода и лямблажитых не превосходит к произведению хи. Просто не произведение лямблажитых не превосходит к произведению межитых. Это то, что у нас есть. Как это связать вон с кем? Ну давайте возьмем в качестве... Ну понятно, как нам взять логарифмы. Да, то есть мы берем и называем BGT. Это логарифм, а логарифм неожиданного. Единственный нюанс. У меня вот здесь написано больше либо равно нуля в теории. Нет, логарифм неожиданного. Нет. Сейчас. Я сказал, это аожиданного. Давайте вот так. Только тут есть один неприятный нюанс, что эти числа пройдут, мне никто не сказал, что они не отрицательны. Да? Ну ничего страшного. На самом деле мы можем наш оператор умножить там какую-нибудь большую константу. При этом, естественно, все у нас останется каким было. Ну потому что у нас все эти неравенства, которые я описал, они останутся в силе. Поэтому я буду, могу считать, что у меня все вот эти штуки, они больше равны нуля. Иначе. Ну или, если хотите, можно взять, скажем, функцию логарифм неожиданного плюс какая-нибудь большая константа. Так что это будет больше равна нуля. Я думаю, все равно получится. Эта константа, она просто сейчас будет болтаться по всем, так сказать. Она одна и та же, но она будет просто по всем формулам гулять. Единственное, что мне, ну она здесь, как бы на правой и в левой части. Так, поэтому это не мог видеть, что. Так, хорошо. Значит, вот у нас есть такое. В, ну и, соответственно, BGT, это, давайте тоже напишем логарифм модуля. Здесь уже, на самом деле, так не выкрутишься, потому что, может, среди них вообще нули есть. Но нам, с другой стороны, это и не запрещено. Нет, ну нули, значит, если нули... Сейчас увидим. Так, соответственно, что у меня получается? Вот это неравенство. Ну, тогда они у меня автоматически пронумерованы так, как надо. И поэтому звездочка не делает с моими числами ничего. И вот это неравенство у нас есть. Так, тогда. Теперь осталось, так сказать, наоборот, увидеть вот это вот здесь. Ну, действительно, что мы видим? Что... Давайте я рассмотрю такую функцию φ от B, которая есть сумма φ от... Ну, фи от BG. Тогда... Что я могу сказать? Что эта функция, она у нас... Сейчас... Возьму такую функцию. Правильно сделаем. Только у меня от B житого. А от B в степени B житого. Вот возьму такую функцию. До... До... Эта функция выпукла. Почему? Ну, потому что, если вы представляете, там, вектор B в виде, там, какой-то линейной комбинации, ну, не знаю, там, θ на B первое плюс 1 минус θ на B второе, то по каждой координате вы имеете то же самое. Я знаю, поскольку φ, ну, вот этот вот, этот агрегат выпуклый, то, соответственно, вы здесь имеете нужное вам неравенство. Значит, это выпуклая функция. Ну, и значит, что φ от B... Тогда φ от B меньше либо равно, чем вот сумма, прям, зажитая, φ от вот этих ажитых. А, но от ажитых, ажитые, они ведь вот такие все. Значит, если... Поэтому, поскольку у меня там все, так сказать... Как бы это сказать-то... Сумма по... Любой буквы только. То есть, я могу вот здесь спокойно написать звездочку. А так-то ничего не поменяется, ну, потому что φ не зависит от переворядочения. Ну, и все. А, значит, вот это, это просто феотаж. Это просто феотаж. Все. Таким образом, мы получили, что если мы верим вот в эту лему, то те лему доказаны. Согласны? Выглядит как магия или нет, Сережа? Вы на это смотрите и видишь, что вы мне не доверяете. Что-то типа неравенство Крамеру? Не знаю насчет Крамеру, но это более... Крамеру? А? Ну, такой, ну, Йенсен такой. Ну, может быть, это скорее неравенство Йенсен. Ну, в общем, вот здесь, конечно, это просто прямо неравенство Йенсена. Вот все остальное. То есть, нет, как бы мы пока, в общем, так переговариваем, переливаем из пустого порожня. Конечно, самое интересное будет доказать это лему, хотя оно тоже не очень длинное. Феотаж. Почему феотажа? Смотрите, теперь мы очень внимательно смотрим вот на эту формулу и видим, что вот здесь вот у меня будет написано Фи от А, сейчас Фи от В, а вот здесь у меня будет написано Фи от А. Ну, если быть совсем точным, то здесь будет написано Фи от В минус П, а здесь будет написано Фи от А. Это клемма следует понятно. Тут у нас были лямбда футы, да? Ну, лямбда, у них сумма единица. Я хочу сказать, что, значит, смотрите, вот эти ажитые, на них на всех буква Фи большое, одинаковая и такая же, как на самой А. Просто в силу вот этого. в силу вот этого, а также структуры самой буквы А. Вот и все. Наверное, надо написать... Может быть, вот здесь... Сейчас... Сейчас только... Нет, наверное, даже прямо так можно... Да. Вот. Отлично. Значит, давайте тогда... Так, все. Значит, я вот это могу стирать, и мы фокусируемся только на этой самой лямбе. Ну, это ведь кажется, что это просто выпукло множество, и его точки представляют в виде линейных комбинаций. Ну, правильно. Нет, это я и сказал. Просто кто выпукло множество означает? А вот все объекты B, которые заданы таким условием? Ну, наверное... Пересечения условий по разным порядочкам. Да, сейчас. Но тут как бы еще есть нюанс, что мы на B еще параллельно вот эти модули навешиваем. То есть... Наверное, вы правы, но сейчас давайте поймем. То есть мы рассматриваем множество тех... На самом деле это верно, что здесь как бы тогда и только тогда. Если предлагается рассмотреть какое множество? Предлагается рассмотреть множество. Если я правильно понимаю, вы хотите сказать, что давайте рассматриваем H, это выпуклая оболочку таких точек C, что C со звездочкой равно A. И вот тогда... Ну, на самом деле верно следующее, что B приближит H, когда и только тогда, когда... Нас на самом деле интересует импликация, значит, справа налево. Если вот так, то она входит в углу оболочку. Ну, говорят, что в тексте написано, что в принципе верно и в обратную сторону. Может, мы это даже сейчас и увидим легко. Ну, действительно, если у вас здесь... Надо заметить, что если вы как-то упорядочите их, так сказать, неправильным образом, то вот эта штука станет только меньше, да? Поэтому, если вы возьмете, скажем, две точки... Ну, то есть, смотрите, у вас... Вот у нас есть B, который имеет вот такой вид. И нам надо проверить, что для него верны вот такие вот... Верны вот эти неравенства. Так сказать... Так сказать... Давайте... У нас... Ну, ладно, значит... Будем разбирать это в эту сторону, в ненужную нам? Или как бы это кажется очевидным? Или что? Значит... Нам... Значит... Нам... На самом деле... Нам нужно вот это вот, прекрасно. Значит... Вторая, на самом деле, очевидная. Давайте я вот эту вторую, на самом деле, проговорю. В каком-нибудь самом банальном случае, когда у меня здесь, скажем, всего два слагаемых. То есть вот путь у меня есть B, который есть, ну, не знаю, A1 плюс A2 пополам. Тогда что у меня получается? Если я вот эти вот A каким-то образом перенумерую, ну, значит, возьму от них модули и перенумерую, у меня здесь получится чисто верное равенство. Если я другие образы, A2 сделаю то же самое, то тоже получится просто везде равенство. Теперь, если я теперь перенумерую их, так сказать, неправильно, то есть давайте я скажу так, вот что A1, не знаю, с хромбиком, это модули A1 шика, перенумерованное так же, как при переходе от B, B со звездочкой. Тогда что я хочу сказать? Я хочу сказать, что у меня сумма A1 с хромбиком житых, ну, тоже вот такая. Она не больше, чем сумма A1 со звездочкой. Которая есть, ну, просто сумма, можно писать просто сумму H, да? Почему? Потому что здесь я беру самых больших, K, а здесь я беру, ну, каких-то. А теперь я могу то же самое написать для второй, да? То есть здесь я десятичку, двойку поставлю. Может быть я даже не буду здесь модуль ставить, а здесь вот его поставлю. Ну, и здесь у меня будет тоже. А теперь, если я этих товарищей складываю, то как раз складываться будут одинаково, ну, соответствующие A1JT и A2JT. Поэтому у меня получится, если я буду складывать вот этих элементов ровно, получится у меня B со звездочкой. Ну, первая там, сколько их положено. Первая K штук. Поэтому я могу вот эти два неравенства сложить и получить, что для B верно вот это неравенство. Разумеется, точно так же можно сделать не для двух, а для любого числа складываемых. Здесь просто, на моем поле, складывать M неравенство. Вот, а это та часть, которая нам на самом деле не нужна. Так, это такое выступление было. Ну, давайте посмотрим теперь в правильную сторону. Да, значит, я, наверное, может стоит сказать, что это изложение ведется по книжке Саймона. Он 2005 год. Я сейчас, у меня сейчас нет под рукой названия. Что-то типа как раз теория трейс-класса Идеэлс и что-то там. Вот, там в первой главе как раз вот вся вот эта наука сумма. Так, ну хорошо. Значит, мне нужно доказать... Итак, у меня верно вот это. Я хочу убедиться вот в этом. Ну давайте я возьму какую-нибудь L комплексно-линейная функция. И тогда мне нужно доказать, что... Ну хорошо, значит, я могу написать, что β это максимум на вещественную часть L от C по всем C лежащим в H. Ну, можно писать по C лежащим в H, а можно писать по C вот таким. Понятно, чтобы по оболочке это максимум не менять. И мне нужно доказать тем самым, что... Что воду L от B тоже не превосходит β. Если я это докажу, ну то тогда стандартная аргументация вам... Собственно, описание выпутло множество через эти опорные гиперплостности, вам все и скажет. Все классно? Ну давайте посмотрим. Или C это сумма каких-то α, N, C, D, N. Ну и давайте еще возьмем L со звездочкой C, которая отличается от физиотерапируса лежащим. Так, давайте... Вот. Значит, я утверждаю... Сейчас. Нет, я неправильно сказал. Значит, звездочка здесь, это не комплексное сопряжение. Звездочка, это наш любимый L со звездочкой. Это я. Это я разогнался. Нет, нет, нет. Звездочка это вот так. Значит, взяли эти α, их тоже, так сказать, взяли от абсолютной величины, упорядочили и вот составили такую L со звездочкой. Значит, одно вспомогательное утверждение, давайте я его напишу, если очень надо, мы потом тоже закажем. Модуль L от B превосходит L со звездочкой, от B со звездочкой. Значит, смотрите, что я сделал. Я перенумеровал α, заменил их модулями и упорядочили подрастали. И сделал то же самое с C. При этом, когда я так их перенумерую, у меня результат может только вырасти. Потому что я, так сказать, к большим C, к большим α, поставил большие по модулю C. Значит, это упражнение. В идее я вам объяснил. Значит, дальше существует А' Конечно, такое же то. А' Значит, это вещь тоже очевидная. Что мы сделали, чтобы из А со звездочкой... Вот мы хотим посчитать L со звездочкой от А. Тогда я могу... Значит, в чем тут хитрость? Что мне хочется как бы обратно вот этих вот... Если хотите расколдовать, над ними звездочку поставить. Что с ними произошло? Во-первых, они были переупорядочены. Во-вторых, они были... Ну, под них были взяты абсолютные величины. Ну, давайте как бы это переупорядочение и наоборот вот эту докрутку до числа по модулю равна единице, но спрячем в C. Вот это здесь написано. Вот. Ну, если так, то тогда мы получаем что? Что L со звездочкой от А у нас меньше... Меньше бета. Ну, все усказано. Определение. Вот. Вот. А теперь, наконец, мы запомещаем, что L со звездочкой от B... От B со звездочкой... Что у нас такое? Это у нас сумма... Альфа N со звездочкой... Альфа N со звездочкой... Я могу это написать так. Значит, моя цель в чем? Моя цель в том, чтобы написать, что это будет не больше, чем L со звездочкой от А. Ну, действительно. Я могу это написать так, что это есть альфа N со звездочкой на сумму всех. Дальше. Я могу написать, что это альфа N. Значит, альфа N значит, что здесь N большое. Значит, это самый последний, он самый маленький. Его я умножу на всех. Дальше. Дальше у меня будет написано альфа N минус 1 минус альфа N со звездочкой на сумму... И сюда N минус 1. И последним будет альфа 1 со звездочкой минус альфа 2 со звездочкой на B1 со звездочкой. Согласны? Можете напомнить, что мы сейчас заказываем? Значит, наша цель, я напомню, доказать вот это. Не-не, в плане вот мы сейчас хотим доказать, что L со звездочкой альфа 2 со звездочкой меньше. Так, значит, L вот у нас, у нас есть вот это уже, и мы сейчас докажем, что вот это не превосходит B1. Это наша цель. Действительно, значит, мы начинаем оценивать. У нас здесь написано проявление альфа N со звездочкой на B1 со звездочкой. Значит, мы выпишем его так, с самого маленького... Мы можем умножить самого маленького на всех, да? Вот это вот такое. Дальше мне... Тем самым у меня здесь будет правильная слагаемая альфа N, B, T, N... Альфа N, B, N... И будут еще все остальные слагаемые, которые умножены на не того, да? Ну, дальше мы их отправляем. Мы добавляем еще вот такую слагаемую, ну, на них, на всех. Ну, и так далее. Все, на самом деле, потому что... Смотрите, все коэсценты у меня не отрицательны. Я могу это написать, что есть альфа N со звездочкой. И про каждого из них у меня как раз есть мое любимое неравенство. Поэтому я пишу здесь сумма N большого A, N... Ну, просто на A1. А теперь мне надо то же самое прочитать, так сказать, справа налево и заметить, что вот это, это L со звездочкой от A. Которая то же самое, что L от A. Ну, нам могут показать, что она звездка из A. Вот и все. Ну, да, я прошу прощения за некоторую такую... Витиматость формулы, но, по-моему, все понятно. Все, мы и так далее. Значит, мы убедились, что нельзя линейным функциалом отделить одно от другого. Ну, значит, мы доказали вот эту линейку. Вот. Вот так это делается. Ну, как видите, довольно-таки хитрое рассуждение, но все, в общем, такое упражнение с опытными функциями. Главный герой этого сюжета — это бесконечная симметрическая аутма, которую я сначала определил. Определим сначала многочлены, симметричные от N переменных. Многочлены, которые не вариантны относительно пересыловки своих аргументов. Ну, это, конечно же, градуированная алгебра по степенью. И на каждой градуировке у нас есть проекции. Если, например, у меня N' меньше либо равно N, то я могу спроецировать многочлены от N переменных в многочлены от N' переменных. Я скажу, что вы... Просто положив X' плюс 1 и так далее, нулю. Тогда симметрическая алгебра. У меня тоже будет градуированная алгебра. Но здесь вместо N у меня уже будет так называемый проективный предел. По этим проекциям. Ну, я просто напомню, что это... определяется как произведение всех вот этих... Под множеством произведений всех... Всех вот этих пространств. Такое, что элементы у меня из каждого... Ну, вот этот A, это у меня A1. Представляет собой элементы A1, A2 и так далее. И эти множители, они согласованы. То есть PN' от AN, крупного AN'. Ну, тут может быть, проще говорить о последовательностях, да? Согласованных? Да. То есть это просто множество согласованных последовательностей. Либо эквивалентно... Это можно назвать... Это алгебру как... Алгебра... формальных степенных рядов. Отсчетного числа переменных. Которые симметричны у меня относительно действия всех группок... Ну, относительно перестановок всех экситых. Но она при этом должна быть... Все члены этого ряда должны быть какой-то конечной степени. То есть пример того, чем... Что является таким многочленом. Это, например, экситые в катой степени. Сумма по E3. Ну, например, такое выражение... Не является элементом этой алгебры, потому что у меня есть члены сколько угодно большой градуировки. Сколько угодно большой степени. Нам надо, чтобы они были на ограниченной степени. Да. Просто конечной степени. Конечной степени. И... Ну, то есть формально мы просто хотим рассматривать многочлены от сколько угодно большого числа переменных. И... В этой алгебре есть... Несколько базисов. Которые обычно рассматривают. Первое, это просто манома. Если мы рассмотрим некоторые альфа... То... Обозначим этот самый маном Сумма от переменных x1 xn Просто как сумма x1 альфа 1 Сумма по всем различным перестановкам альфа. Это самый такой очевидный базис. Сейчас. И... Здесь уже... У нас что переменных здесь? Да. Вот. Я хотел про это сказать. Что мы определили его от n переменных. Но при этом... Если я добавлю еще переменных и так же определен... К альфа должен тоже что-то написать. Потому что у вас как бы этот... Вектор альфа, он имеет ту же длину, сколько переменных. Им надо говорить, что вы там нулей дописываете сколько хотите. И тогда на этом он будет то, что вы хотели. Ну... Так... Сейчас... Нет, тут... Ладно, давайте... Это просто будет базис в... В... Ln В лямбда n Но... Он... Он, наверное, даже нам не нужен будет. Действительно. Все... Вообще базисы именно в бесконечно симметрической группе, они параметризуются диаграммами Юнга. Напомню, что это... Разобиением... Разобиением... Называется... Последовательность... Лямбда иди... Некоторого конечного числа целых чисел положительных. Просто... Последовательность такая. И... Модулем лямбды... Называется сумма этих самых чисел. Так же и бетрохозначения. Лямбда... Число... Немалевых... Чисел... Ну, размер диаграммы. Разбиение. И... Я буду обозначать... Множество диаграмм. Множество диаграмм. Вот так вот. И... Так же обозначу... Как... Множество диаграмм. Как раз... С модулем... Равную... Вот. Ну, я продолжаю в один палец. Следующий. Это... Полные... Симметрические... Функции. Первое слово какое? Полные. Тогда с прощения, конечно... Сказать. Для... 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 Больше диаграммов единицы... Больше диаграммов единицы... Они определяются как... Такая сумма... И... У них есть... Производящая функция... Которая выглядит... Следующим образом. То есть... Я могу записать... E... R... В степени... TR... TR... Равно... До бесконечности... Положив... Что... Единица... Раскладываю это в ряд... По степеням... Т... И получаю свои... Вот эти... Многочлены. Естественно... Сам ряд не является симметрической функцией... После нашего... Т... Да... Ну... 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 И при театром Ун... мы положим... Е-Лямбда... Просто как Е-Лямбда-энзим... Е-Лямбда... 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 Что там же написано, е лямбда, это е лямбда 1? Ну, на е лямбда 2, на е лямбда, ну, k, самая последняя е лямбда, в индексе стоит е лямбда. Еще один базис, это однородные театрические функции. Опять, для r больше либо равных единиц, они определяются как почти такая же сумма, но теперь в знаке суммирования стоит меньше либо равно. У них также есть производящая функция, которая равна, если положить нулевой многочленной единицы, И так далее. И так далее. Хорошо. Хорошо, хорошо. Для тебя как у юнга точно так же. Проделаю его как произведение. Еще один базис – это был многочленный лютон. Также для R больше либо равного единицы, P определяется как A. Тут уже немного по-другому выглядит сумма X в степени R по всем переменным. Они что-то не совсем понимают, куда деваются минусы в этой произведении функции. Там минус первый должен быть. Да, минус первый. Спасибо. Если вы это раскроете, то получится X во всех степенях. То есть вы можете брать сколько хотите одинаковых. И для диаграммы Юнга также по Лянда. Ну, осталось еще немного. Наконец-то появляется самый интересный базис – это многочлены Шуры. И для диаграммы Юнга. 5 мульти индекса Альфа 1 Альфа n Проделим Альфу как определитель. Это будет функция от конечного числа переменных. Можно заметить, что эта функция антисимметрична по X и там. Если я поменяю 2, то знак изменится. Поэтому ее можно разделить на определитель Вандермонда. И для диаграммы Юнга. И для диаграммы Юнга подозначим. Дельт, где я поставлю условие, конечно, что длина моего разбиения меньше либо равно n. А дельта это просто как антисимметрична? Да. Да. Это, конечно, просто произведение. X и T. Минусы безжиметра. Вот. Он, конечно, от конечного числа переменных. Но я n могу фиксировать произвольно. Хоть скоро у меня длина меньше. Просто тогда я считаю, что у меня все, что идет дальше длины моего разбиения равно нулю. И, следственно, в таком случае они уже представляют проективную систему. Если я в конце подставлю ноль, то это будет поленом Шура от n переменных. И это определяет их уже как элемент на бесконечной симметрической алгебры. Да. Если чьи, почему-то вообще S, S, U, S, U. Что? S, U, S. S, U, 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 S, U. Нулю. То есть он делится на все разности. А, все, согласен. Спасибо. И для этих многочленов поленомов Шура я хочу показать, наверное, две теоремы. Good. Очень хорошо. Так, все, вы определили, да? Там все, Шура. Ну и отлично. Вот как раз прекрасно. Теперь я поговорю немножко. Очень хорошо. Дорогие друзья, знаете, как сделать прекрасно? Нет, вы что-то хотели еще? Нет, нет, не хотел. Теперь давайте я скажу несколько. Я коротко скажу. Слушайте, у вас очень душно. Надо окно открыть. А вы первый делали? Делали. Молодцы. Весна. Весна. Весна на дворе. Так, друзья мои, я немножко поговорю. Мы не будем без, как называется, без преувеличений. А потом мы продолжим начать на этаже, как обычно. Продолжение. 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 Значит, так. Сейчас. А что я буду делать? Раз, два, три. Нормально? Так, дорогие друзья, я хочу обсудить вообще, куда это все идет, зачем это все нужно. Я хочу обсудить такой важный пример. Я начну немножко издалека. Я начну немножко издалека, а потом это соединиться. У нас, значит, такой важный пример меры, которая задается произведением двух детерминатов. Вы, по-моему, это не обсуждали. Беоатрагонально ведь не обсуждали, правильно? Беоатрагонально не обсуждали. Ну, вот-вот, зазна я пообсуждаю. Значит, которая задается произведением двух детерминатов. То есть, фактически. Речь идет о чем? Что я беру... Я беру, дорогие друзья, x в степени n. x это любое, 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 любое пространство. Это в данном случае неважно. А мел вы тоже не обрели, да? Есть, я сейчас все вам принесу. Да, пожалуйста. Потому что мел-то нет. Слушай, во-первых, делали, а мел не сделали. Значит, так. Пока будем писать синим. Ну, что-то... Называйте мелом. Но это... Ну, это не значит. Значит, x в степени n. x в степени n. Это будет n-точечная конфигурация. x в степени n. n-точечная конфигурация. И... Да. И плотность будет такая. С некоторой нормализационной константой, которая сейчас вас не интересует. Меру я пишу так немножко легкомысленно. Это, знаете, x в степени n. Я здесь следую таким вот лекциям. Они вышли, между прочим, как книжка. Бородина и Горина. Называется лекция по интеграемой вероятности. Да. dx1, dx, xm. Здесь есть нормировочная константа. Она сейчас нас не интересует. А вот эта вот замечательная мера. И вот эта мера детерминантная. Эта мера детерминантная. Эта мера детерминантная. Такое предложение. Мечательное предложение – это мера детерминантная. Тут предложение. Мира. 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 Звездочка. Мира. Мира. И как записывается ядро с корреляционным ядром? К. Детермината, что тут нужно немножко, так сказать, пояснить, значит, что значит эта мера детермината? Тут происходит некоторый такой перескок, потому что я эту меру записал на x степени m, а теперь я рассматриваю эту меру как на пространстве конфигурации на x, но имеется в виду, что эта мера сосредоточена на подпространстве конфигурации, состоящих только из m точек в точности. Не больше и не меньше. Понятно, да? А это вот такое. Сумма. Фи, и т от икс, пси, жи т от ик на ж в минус первый и жи т где? Ж это матрица грамма, ж это матрица грамма, ж это матрица скалярных произведений. В иль два от икс. Тут строго говоря нужно где писать, что есть вот эта мера демютом и так далее, но это мы, так сказать, прячем, заметаем под ковер. Хотя, я обращаю ваше внимание, это важный пункт, что если мера меняется, если вот эта dx меняется, то вот мера dx меняется, вместо dx рассматривается как и другая мера, да? То получается, что вот эта мера домножается на мультипликативный функционал, на очень простой и ясный объект, на мультипликативный функционал. Но ядро преобразуется при этом очень сложным образом. Посмотрите, пожалуйста. Вот эта матрица грамма, это подключение к новой мере, это совершенно... Это не видно на уровне ядра. И это не видно на уровне ядра. Вот это вот очень сложно. Давайте, давайте, это конечно... Прекрасно, это щедрот. Прекрасно, да. Прекрасно, да. Вот такая это... Вот такая это мера. Нет, давайте еще немножко по проветрами. Вы, может, тогда присядете. Давайте еще по проветрами немножко. Давайте еще немножко поживем с воздухом. Тогда пересядьте просто, если оно автоит. Давайте еще поживем немножко с чистым воздухом. Да. Вот смотрите, вот, пожалуйста, да. Да, вот такая сумма. Значит, это я нахожусь, если исходить из Бородина и Горина, я нахожусь в теореме, сейчас, секундочку, 3, 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 9, 3, 9, 3, 9, теорема 3, 9, страница 22. Эти функции у нас сколько? n штук. n большое. n большое, да, да. 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 Вы знаете, эта теорема, она с доказательством, но давайте я сейчас это доказательство, может быть, я даже не уверен, что я его хочу сегодня рассказывать, может быть, даже вот хорошо подумать, как-то вот подоказывать. Вы же про ортогональный и полинальный ассамбль вы доказывали, правильно? Ну, по-моему, про другие колоносы. Ну, вот это теорем Женибря, про проекцию, это же было. Это про датаринанты, про вот это все. Колоносы. Вы это зажали, да, вы это съели, съели. Про ортогональный и полинальный вы не разбирали? Нет, еще мы можем все разобрать. Да. Конечно. 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 Да, ну вот, и тем более, тем более, тем более, тем более. Очень хороший случай. Хороший случай. Хороший случай. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, одну секундочку. Я прошу прощения. Хороший случай, да. Хороший случай, очень простой случай, это когда и фи, и пси, это просто вандермонды. Вот ключевой частный случай. Ключевой частный случай. Это случай, в котором мы рассматриваем. Произведение, давайте я вот так напишу, произведение х и т минус х и т в квадрате по и меньше ж. И умножить уже на какую-то меру произведение дубль в x и т и x и т, да. А здесь то же самое. Это равно, на самом деле, если это записать, это равно произведение и меньше ж и т минус х и т. На, еще раз произведение, и меньше ж и т минус х и т, строго говоря, сопряженное. Давайте я решу. Икс и т сопряженное, минус х и т сопряженное. Что будет так? Это включает и комплексный случай. Ну и умножается на это самое произведение. И, разумеется, с нормирующей константой. Сейчас. Да, пожалуйста. Кто здесь кто? Кто здесь кто? Прекрасный вопрос к публике. Прекрасный вопрос к публике. Вот Данил нам сейчас скажет. Кто здесь кто? Кто здесь фи и кто здесь пси? Прекрасный вопрос. Как соотносится вот эта строчка вот с той? Это правильный вопрос. Правильный вопрос. Ваш вопрос. Правильный. Значит, мы не можем, чтобы определить их виды. То есть, виды нам нужно, чтобы вот этот определитель были оттестительными, чтобы он был дырмор был. Да. 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 Вот, Алексей Владимирович, ваш вопрос. Вы получаете сразу ответ. Что фи это, это таким образом, что? Это степень. Итая степень. Или там рен минус это, да. А, пси, итая. А у нас появится произведение, что он много от x и тут. Ну, я там написал дx это, но тут может быть любая мера. Это я, так сказать, только был немножко легкомысленным. Вот это и нужно понимать, как dx это, так сказать. Тут может быть любая мера. Это не имеет значения. Тут вот я написал m2 от x, тут может быть любая, 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 любая. Это что за подарки, Алексей Владимирович? Вот такие. Которые непонятные, я прошу прощения. Которые не встать, не это самое. Так, хорошо. Значит так. Да. Вот такой ключевой частный случай. Вот такая замечательная теорема. Вот такая замечательная теорема. Вот такая замечательная теорема. И эта теорема, эта теорема, сейчас я объясню, эта теорема, как это объяснить? Сейчас я постараюсь, сейчас я постараюсь объяснить мою мысль максимально четко. Короче, сейчас мы применим эту теорему к такой вот замечательной тоже конструкции. Частный случай, в котором сам x это будет всего-навсего там положительная полуось. В общем, сейчас будет такой замечательный частный случай. Значит, здесь мы согласились, доказательства я пока зажимаю. Это доказательство, оно такое хитроумное. Тут есть, тут есть, даже может быть, кстати, хорошо начать вот с этого случая. Хорошо начать вот с этого случая. Может даже существенно про эти сопряжения забыть. Вот тут есть, это я предлагаю подумать. Это я предлагаю подумать. Но вот это такой, это такой, как сказать, это такой пример, как бы это выразить? Это пример, к которому очень много крутится. Пример, к которому сводится очень много разных примеров. Это такой очень богатый источник примеров. Очень богатый источник примеров. И более того, мы вот тоже, это вот такой, первый случай тут замечательный счет то, что можно потом делать этих детерминантов, произведения детерминантов не два, а больше. Но это отдельный разговор, который мы отдельно будем обсуждать. Но вот это главный кирпич, давайте так скажем, кирпичик, вот главный такой фундамент, на котором будут базироваться очень многие примеры. И вот один пример я хочу сейчас рассказать. Значит, это будет мера на диаграммах Юнга. Это будет мера на диаграммах Юнга. Значит так, Сергей Михайлович, если вы не возражаете, я вот это стираю, да? Стираю. Значит, мы вернемся к этому, нам это понадобится, но пока я стираю. Значит так. Мера на диаграммах Юнга. Мера на диаграммах Юнга. Значит так. Мы диаграмм Юнга. Мы диаграмм Юнга. Значит, давайте я сперва напишу так, что мы диаграмме Юнга приписываем вес. Приписываем вес вот такой, вес вот такой. Почему такой вес? Это будет проясняться постепенно. Приписываем такой вес. С лямбда от Х. С лямбда от У. Где? Х это. Х1ХМ. Игрик это игрик 1, игрик М. А лямбда это лямбда 1, лямбда 1. Тут, конечно, могут быть какие-то нули, поэтому на самом деле Н можно всегда выбрать просто достаточно большим, чтобы как бы и диаграмма исчерпалась. Вот Х, Игрик и лямбда такие конечные. Конечные, значит, рассматриваются диаграммы. Форматы небольшие. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Давайте это запишем. Это детерминат. детерминат. Икс и т. В степени лямбда жи т плюс n минус g. На детерминат. Игрик и т лямбда жи т плюс n минус g. Это просто определение мер Шура. И делится это все, естественно, на... Но на самом деле это деление вы не обращайте, пожалуйста, внимания, потому что тут есть некоторая тонкость. Значит, я напишу просто, чтобы это было равенством, но на самом деле вот эти вандермонды, они уйдут из нашего рассмотрения. Сейчас вы увидите, почему. Они уйдут из нашего рассмотрения. Это просто вандермонт. Пока что вы согласны со мной. Да? Так, очень хорошо. Очень хорошо. Вот такая мера. И здесь диаграмма, здесь вот такая вот хитрость военная. Диаграмма вообще рассматривается как конфигурация многими разными способами. Представляете, мера на диаграммах, а мне нужны конфигурации. Тут есть многие разные способы, и вот тут вот некоторый такой не совсем обычный способ. Во-первых, диаграмму Юнга, значит, диаграмму Юнга, как известно, есть несколько способов рисовать диаграмму Юнга. Есть способ английский, есть способ французский, и есть самый лучший способ русский. Он вот такой. Значит, он удобен тем, что подчеркивает симметрию между строками и строками. Это очень удобно для наших рассмотрений. Значит, дальше встает вопрос, но уже ясно, что диаграмму можно рассматривать как график кусочно-постоянной функции. Извините, я оговорился, кусочно-линейной функции, кусочно-линейной функции, наклон которой либо плюс, либо минус единица. И, соответственно, ясно, что конфигурация на прямой. Тут еще есть разные хитрости, что надо рассматривать не целочисленную прямую, а полуцелочисленную, чтобы числа были либо положительные, либо отрицательные. Потому что целые числа, они положительные, отрицательные и ноль. Это очень неудобно. Гораздо удобнее, чтобы вот рассматривать полуцелые числа, z плюс 1, 2. Чтобы были числа либо положительные, либо отрицательные. Либо положительные, либо отрицательные. Но, на самом деле, это иногда удобно, иногда это не очень удобно. Потому что, с одной стороны, это как бы удобно, а с другой стороны, там везде как-то во всех формах куча одних-вторых, которые, естественно, связаны только вот с этой самой конфиенцией. Но это даже для нас сегодня не так важно. Это важно для нас вот, что вот мы считаем, что частица, значит, да, в любом случае, конфигурация на дискретной прямой, значит, что это значит? Либо частица, либо дырка. Ну, в принципе, еще может быть ситуацией, когда разрешаются две частицы в одной позиции, два шарика в одном ящике, но мы эту ситуацию не рассматриваем. У нас такая ситуация не возникает. Либо частица, либо дырка. Значит, когда диаграмма поднимается, это дырка. Когда диаграмма опускается, это частица. Почему это так? Это потому что это координат фрабениуса. Вот они, собственно, написаны. Вот они. Вот они. Вот это вот. Ясно, что эти конфигурации так называемые полуконечные. 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 То есть далеко налево везде частицы, далеко направо везде дырки. Золотые зла. Далеко налево везде частицы, далеко направо везде дырки. Золотые зла. Теперь вот маленькая, я говорю, военная хитрость, что все это, все рассмотрение сдвигается. Вот можно посмотреть на формулу внимательно. Все рассмотрение сдвигается на n. То есть вообще координаты фрабениуса обычно это λg-g, вот как тут нарисовано. Но мы берем n плюс λg-g, так чтобы уже вот n плюс λg-g. n плюс λg-g. Вот это все начинается координата. И, соответственно, координаты только положение рассматриваются. То есть это все, вот эти дырки, они выбрасываются. Соответственно, у нас ровно n частиц. Ровно n частичная конфигурация. И вот, пожалуйста, значит, вот он, b, ортогональный ансамбль. То есть конфигурации, конфигурации, конфигурации. Конфигурации p1pn, конфигурации p1pn. но я так условно пишу, и, естественно, что порядок не будет иметь значения, сопоставляется вес, придается вес, придается вес, вес, детерминат. Х и Т, П, Ж, Т, детерминат, Y и Т, П, Ж, это очень просто и легко. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Прекрасный пример. Эти детерминаты положительны. Эти детерминаты положительны, говорю я, ну да, эти детерминаты положительны, да, точка детерминат положительны, коррекса и герц положительна, да. Сейчас у нас их соявить, это вот новые координаты, сдвинутые. Нет, 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 это P новые координаты. Виноват. P новые координаты. XY это параметры. Нет, вот ваш вопрос тут может быть не совсем. Нет, P это координаты. Вот это это P. P. А X это параметры. Ваш вопрос, Данил, совершенно закон. А X это параметры. Вот посмотрите, пожалуйста, вот в ту формулу. Координаты это лямбды. Вот эти сдвинутые, но это как раз не так важно. Посмотрите, пожалуйста, на формулу, которая здесь написана. Координаты это лямбды. Вес придается лямбде. Да, надо эту меру сделать вероятностной. Надо эту меру сделать вероятностной. Здесь нужно вычислить, я не знаю, Сергей Михайлович вычислил или нет, сумму S лямбда X S лямбда Y. Вычислили, Сергей Михайлович? Я же хотел, но вы прощу. А, ну вот, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, я вам, пожалуйста. Повсем лямбда. Повсем лямбда, давайте, да, 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 давайте. Пожалуйста, пожалуйста. Можно и нужно даже. За что эти средники отвечают? Это параметр задачи. Это параметр задачи, пожалуйста. Это параметр задачи. С физической точки зрения, какие мы... Ну, например, чем X больше, тем что... Ну, собственно, но много, это же вектор. Ну, допустим. Давайте посмотрим. Давайте вот, это сейчас будет... Это будет сейчас постоянно... Ваш вопрос абсолютно законный. Это сейчас будет постепенно проясняться. Так, так, как-то просто, но это не очень. Это правильный вопрос. Это правильный вопрос. Сейчас это будет постепенно проясняться. Можно вопрос по форме, как на с лямбды, какие? Любые, любые. А если они длины больше, то это 0 будет. Посмотрите, пожалуйста, на определитель. Это будет 0. А меньше... В смысле, у нас лямбды какие угодно, или... Ну, вносят реальный вклад, только... Если X, Y, N штук, то реальный вклад вносят только те лямбды, в которых N строчка. Хорошо. Я правильно говорю? Демоны или больше? Меньше. Нет, ровно. Нет, ровно, потому что... Нет, наверное, все-таки нет. Правильно. Нет, ровно или меньше. Правильно. Нет, меньше допускается. Нет, допускается меньше. Да, правильно. В которых... Нет, правильно, просто прощай. В которых не больше N строчек. Да, спасибо большое. Правильно, да. Правильно, да. В том числе, да. Сейчас, если я не хочу, то мне тоже считать сумму по всем таким углам. Конечно, это сейчас будет видно. У нас переменные X1, Xm, ну, Y1, Ym, по этому сумму я считаю, да. Давайте это большой. Да. Ну, ничего, и маленькое, это одно и то же. Ну, нет, потому что как раз... Оказывается, это равно следующему. А может быть, будут какие-то предложения? Нет, вы хотите, ничего, что ответ говорите. Вы напишите по определению, может, какие-то предложения у вас будут? Уже можно догадаться. Что это за сумма такая? Нет, я даже не напишу. Сумма вот такие фатракональтики. Да. Ну, как вы и написали. И что это такое будет? Там, что бейка уже там, да? Да. И как ты да, давай. Это что такое будет? Какие предложения, Андрей? Продолжение? Никита. Миша. Какие предложения? Можно сообразить? Что это за такие произведения всевозможных лексов и икрыков? В принципе, можно сообразить. Я не могу сообразить сразу. Я не знаю, я просто знаю ответ, но... Ну да, ну ладно, давайте не будем действительно. Давайте, спешите. Колемся. Раскалываемся. Сейчас в тене. Вот это... Дан. 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 Согласно, да? Просто получается вот такой, какой датронантик. Просто в них який чух-чух-чух-чух-чух, выползает. Который, в свою очередь, Чему равен. Датронант, Чему равен. Они все так выпрыгивают просто. Вот все выпрыгивают, вот эти банончики все выпрыгивают. Понимаете, да? Пока нет, Сережа, вот Данил не понимает. Я тоже, на самом деле, так как-то усомнился. Давайте распишем. А я не против этого. Вот это против этого. Я не против этого. Я не против этого. Давайте вот распишем. Вы знаете, а вы правы только. Как это? Кажется, что понятно, да? Непонятно. Знамка. Да. Это вот так. Угу. Да. Это вот так. Да. Да. Пока. Тут тоже стоит несколько, правда? Да. Ну и много. Если так будет удобно сильно речь Мишенко, то он вас задушится руками. Ладно. Давайте. Нет, нет. Здесь можно, здесь можно. Да. Я с вас предупрежаю. Я в этом случае, правда. Потом, вот это, у меня симметричная по всему. Ну да. Согласитесь, что произведение сумм, это сумма произведения. Назовется расхоте скобок. Да. Такое название. Да. Ну что? Если у меня хотя бы 2 канта равны, то общая сумма нулю будет равна. Это по какой причине? Сейчас. Ну, наверное, там перестановки можно поменять. Да. Такие случаи. Да. Потому что есть перестановки, если там равно К3 и К5. Потому что поменять местами. А в этой постановке при этом изменится. Вот видите какие маленькие хитрости. Так, а напишите К1 больше К2 больше К. Да. Понимаете, да? Никита К1, конечно? Никита. Никита. Значит, можно заметить, если мы упорядочили… Прошите, я взял? …если мы упорядочили К2. Понимаете, что это точно такие неравнители. В зависимости от того, что мы упорядочили нам неравнители, ну, не какой факторял будет. Она же не упорядоченная значение выясняет. Сейчас. Сейчас секундочку. Сейчас подождите, вот вам правильно сказано. Правильно. Не факт. Правильно! Но если вы платите во всем K1, K2 и Kn, то есть те члены, которые... Вы не знаете, как вы говорите, что K меньше? Мы выбираем равенство, а потом у нас вот этот факториал в трайвере. Мы выбираем один и говорим, что мы живем в нем. Остальные все те же самые, поэтому нужно еще... Законные, законные, законные. Это благодаря еще одну сумму. Перестановка. А, да, вот сейчас, вот видите, сейчас... Вопрос получит свое решение. Утроминанты тут, да? Стирайте, стирайте сюда. Не, ну стирайте же тогда, что вы оставили тут, как это самое. Стирайте просто все. У вас очень красивый почет, Александр. Вы знаете, вот когда на моей защите, вот я выставил, на защите моей диссертации я выставил, что-то все это он сказал, там доказал, а мой нашего родителя, как он всегда говорит, Саша, какой у вас хороший костюм. На защите мне так сказал. На защите мне так сказал. Утроминанты. Тау-минус первой тоже может перебрать образовку. Да. Ка-ито или ка-какой? Я что-то не понимаю. Ка-ито, да. Ка-ито. Давайте напишем. Ка-ито. Чудно. Да, видите, интересно. Да. Вы же с вами абсолютно знакомы нашу вопросу. Да. Теперь я могу еще и сюда. Сейчас. Нет, а как раз хорошо. Почему? Вам хорошо, Саша. Он тут еще появится. А вам это не нужен. Ну, переименуйте его потом. Нет, подождите, вам это не нужно, Саша. Нет, нет. Вам как раз хорошо было. Тау и сигма. Нет, вот голубой. Да, нет. Просто тут еще Тау появится. Но его тоже убрать можно. Нет, так неправильно, потому что у вас получается, что знак Тау не входит, а он входит. Все нормально будет. В общем, оставим эти упражнения думчивого читателя. Наша цель – это получить произведение пункти терминантов. Правильно? Да. Просто. Нет, я прошу прощения. Знак сигма умножить на знак Тау – это не то же самое, что знак сигма Тау умножить на знак Тау. Конечно, не то же самое. Вот так меня устраивает. Поэтому там сигма Тау не успевать нельзя было написать? Да, да. Вы правы. Ну, все довольны? Подождите. Куда еще? Ну, после того, как мы… Это наши леуты. Давайте, давайте, давайте. Все нужно быть ясным. Мы не знаем Тау. Повторите потом. Вопрос в том, там сигма от И получается записано? Дело делается… Значит, на самом деле, если делать совсем аккуратно, то будет так. Погодите. Погодите, Александр Ильич. Давайте идем. Аккуратно. Ну, раз вопрос возникает. Ну, ребята, действительно, это хитрая вещь. Это хитрая вещь. Теперь мы, значит, можем написать тогда… Давайте один раз перепишу, а потом будем уже… как у меня, значит, здесь И можно писать… АЖ, да. Здесь у нас будет Тау минус первой от Ж, а здесь будет… Значит, И – это… значит, Ж – это Тау от И, да. Поэтому здесь мне надо писать сигма от Тау минус первый от Ж. Ну, давайте я Тау минус первый назову новой буквой какой-либо. А, и это обнажается на сигнал Тау, и там еще раз на сигнал Тау. Значит, Тау минус первый, давайте еще какое-нибудь Ро обозначим. Значит, здесь будет Ро, а здесь будет тоже Ро. И вот это Ро обставляется два раза. Теперь, соответственно, здесь я сигма Ро теперь обозначу новой буквой. Какой еще новой буквой? Сигма Штрих. Сигма Штрих. Прекрасно. Сигма Штрих, но здесь я должен написать сигнум Сигма, поэтому я напишу сигнум Сигма Штрих. И вот туда сигнум Ро. О! О! Вот такая красота. Да, вот теперь вот хорошо. Так, сейчас, ну, собственно, после сказки, это связанного. Да. Давайте поймем, почему вот так вот это связано вот с этим. Связано знаком равенства. Тонкое наблюдение, но боюсь. Вот такая вот так она связана. Значит, у нас будут стоять иксы, ну, как-то переставленные в степенях КЖ. И сейчас. А, ну да. Собственно, вот эти КЖ, которые мы упорядочили, это и есть наши, ну, в этой строчке они названы лямбами. Да. И, собственно, сейчас. Ну да, то есть здесь у меня будет написано. Собственно, все. Да. Единственное, теперь надо написать вот этот детерминат, один по-человечески. Это детерминат, так называемый детерминат Каши называется. Вот этот детерминат. Один, это вообще вопрос, на тройку там. С экзаменом и ангеброй я думаю, что даже, не побоюсь этого слова, о высшей школе экономики. Так, знаете, я вот, я не там учился, но я не помню его. Но я его не помню. А, тут не нужно помнить. Помните, это в театре. Хорошо. Это в театре. Так же это не касается. Так, знаете. Нет, это касается, касается. Детерминат, чего равен? Сейчас. Нет, что равен детерминат равен вот этой сумме, а чему равен детерминат? Так, значит, давайте еще раз слушайте. Значит так, вот, равенство вот этого и вот этого мы доказали. Угу. Так, теперь я могу. Детерминат, пожалуйста, да. Посмотрим, как вы. Можете тройку получить на экзамене? Детерминат. Один на один минус Ильсида и Ильджида. Как там в ученом совете заключают в этом поводу? Сейчас подумаем. Да, давайте, можно подсказывать, можно подсказывать. Можно подсказывать. Пожалуйста. Какое ваше мнение, Андрей? Никита, какое мнение ваше? Ну, надо какое-то сейчас элементарное преобразование делать, когда две строчки вычитаешь, то... Нет, это очень сложно осуждать. Хорошо. Скажите, как проще я пойду другой дорогой? Проще, проще, вот еще проще. Все просто. Ну, если разложить, так сказать, один на один... Ну да, это как бы еще проще. Ну, коллеги, ну что же. Один плюс, ну, например, выделить единицу. Это вот это. Если распользоваться вот этой формулой, то это ничего нового нам не будет. Нет, это как раз то, что мы сделали. Я имею в виду, делить на один минус коль, это один плюс ку на один минус коль и из столбцов и из строк вот эти множители вытаскивать, получить... Ну, это все очень сложно. Нет, 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 проще, 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 все проще. Жизнь проще. Ничего не надо. Не надо просто посмотреть и понять. Вот все, ничего не надо. Возможно, еще это как-то... Ну, просто, все очень просто. Можно еще попробовать такую, угадать. Значит, во-первых, если два х равны друг к другу, или два у равны друг к другу, то это 0. Вот, ага. Вот, вот. Ну, во-вторых, у нас есть все вот это вот багажное, barestовознаменателя. Ну вот именно. Ну и хватит. Ну и все. А больше ничего и нету. А больше ничего и нету. А, да, ну теперь надо только понять, почему это так. Значит, если я умножу blessed то, что знак такой надо проверить, ну, это так. Это надо проверить, но это так. Ну, это так. Ну, правильно, это знак в самой старшей персете уже. Лексикографически в самой старшей персете. Нет, тут всегда, собственно, в самой формуле определить Вантермонда тоже там. Да, таким образом, собираем вот это всё. Александр Игоревич? Да, собираем вот это всё. Собираем вот это всё. Собираем вот это всё. И это тоже, да, собираем. И мы продолжим всё. Посмотрите, правда, если закончим. Мы видим, что... Мы видим, что... Мы видим, что... Мера нормализуется на произведение. То есть я делю... Вот я поэтому говорил, что вот эти Вантермонды... Не надо мне обращать внимание. Значит, я домножаю обратно на Вантермонды и делю на вот эти штуки. Ну да, поэтому, соответственно... Я здесь пишу вместо этого. И теперь сумма весов равна единице. Да. Да, 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 да. Да. Да, потому что сумма весов – это вот этот определитель. Ну, мы так, собственно, и делаем. Правильно же, да? Не, подождите, я опять сбился где-то что-то на ровном месте. Сейчас и так, или в минус первой? Сейчас, простите, пожалуйста. s лямбда x, s лямбда y делится на... ...произведение, но... ...правильно, да. Значит, и здесь останутся вот эти шесть... Нет, они не останутся что-то, они-то уйдут. Они уйдут, правильно? Да, да, уйдут, но вот так. Кажется, так, да. Да. Нет, почему-то вы смущаетесь. А, нет, минуточку. Не-не-не-не-не, все верно, 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 верно. Сумма-то равна вот это. Детерминант. Нет, все правильно, 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 виноват. Вот этот детерминант, но делится на частных Андермонтов. Нет, все верно. То есть, это и получается... Виноват. Это и получается... Верно, верно, верно. ...произведение обратных. ...произведение обратных. И на него мы и делим. Виноват. Нет, все верно, 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 верно. Извините, пожалуйста, это у меня был небольшой заскок. Да, все правильно. Ну и прекрасно. Ну и чудно. Ну так это же... Это же детерминантная мера таким образом. Эта мера, мера Шура, детерминантна. Я понимаю, что мы теперь приписываем вес вот такой. Да. Это вот такой вес диаграммы, да. Но это просто, как вы видите, зависит не константы. Это мера Шура, детерминантна. Просто теперь приписываем константы, это веса полноценной суммы единицы. И давайте я еще немножко одну вещь скажу. Значит, вот эта мера Шура, вот она, детерминантна, да. Я доказал, что она детерминантна. Я не вычислил ядро. Это отдельное вычисление. Ну, отдельно оно очень красивое, но... Ну, собственно, на самом деле... Вычисление ядра... Вы знаете что? Нет, давайте так. Давайте так. Вычисление ядра – это красивая вещь. Мы это обсудим в следующий раз. Я оставляю тем, кто хочет получить удовольствие. Значит, там это можно даже самому, исходя из формулы, которая была написана, даже если саму формулу не доказывает, исходя из формулы, вычислить ядро. Это красивая, это красивая формула. А я сейчас хочу сказать, какой вид это ядро имеет в некоторых важных частных случаях. Какой вид имеет это ядро? Так, значит, я тогда опять это все стираю. Да, и, значит, еще буквально два-три слова скажу, и, наверное, будем, как сказать, обязательную часть будем заканчивать на этом. Значит, какой вид имеет это ядро в важных частных случаях? Я только скажу это. Это вот такая конструкция, на которую мы тоже будем внимательнее смотреть. То есть это вообще такое краткое содержание следующих серий. Что будет дальше? Значит, вот смотрите, представьте себе, дорогие друзья, представьте себе, дорогие друзья, что можно себе представить, что у вас есть функция по модулю равна единице на единичной окружности. Функция на единичной окружности по модулю равна единице. Это не трудно себе представить. У этой функции есть... Какая-то твоя? Что значит функция? Функция, я не знаю, просто положу равна. Теорему Макисошникова вы доказали, правильно? Ну, для дискретного случая. Для дискретного случая это меня устраивает на сегодняшний день. Но, тем более, непрерывное оказалось такое, что меня устраивает. Так вот, смотрите, дорогие друзья. Это просто модуль, не модуль, модуль, модуль. Если модуль h равен единице, то я утверждаю, что преподатель Фуриен, h с крышечкой от k, это вектор v2 от z. Причем этот вектор такой, что он ортогонален своим сдвигом. Вот этот вектор v. Ну, собственно, я вот так и напишу. Сумма hk, hk плюс l с чертой равна 0. Сумма, пока. Это по-определению. Это по-определению. Это по-определению. Потому что эта сумма равна скалярному произведению h и z и h. Вот так. Да. 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 Более того, ясно, что все эти сдвиги образуют базис в пространстве L2. Потому что вот такие, вот такие функции, вот эти собственные функции образуют базис в пространстве L2. И образуют базис в пространстве L2. Соответственно эти образуют базис. И мы можем спроекци... Вот у меня функции спроекцированы... Простите. Функции заиндексированы целыми числами. Сдвигом. Вот параметров L. Значит, VL это hk плюс L. Вот такой базис. Такой базис в L2. В маленьком L2. Я могу рассмотреть проектор на... Проектор на... В L. L больше о нуля. Могу, могу. У меня возникает детерминатный процесс. Всегда и полевой погоде. Но далеко не всегда, Сергей Михайлович. Этот детерминатный процесс отвечает. Миря Шура. Иногда да, а иногда отнюдь нет. Даже близко нет. Это не обязательно. Миря Шура входит в класс шире. Там разные пределы. И тут возникает вот такая вот очень интересная хитрость военная. Сейчас я объясню. Потому что эта функция h находится в явном виде, в явном виде, через миря Шура. В явном виде она находится. В смысле, если мы хотим, чтобы это была конкретная миря Шура? Да, да, да. Функция h там в явном виде находится. Надо подписываться. Миря Шура по своему определению не все эквивалентны. Не все эквивалентны. В агентный смысл? Ну, они, эта мера хьонга взаимно абсолютно неправильная. Но вот увидеть на этом... Вот, внимание, вопрос. Когда две такие меры взаимно абсолютно неправильные? Вот они даже указывают на функция h? Да, да. Прекрасно. Когда две такие меры взаимно... Вот, когда это разные... Когда это две меры, отвечающие диаграммам Юнга, две меры, отвечающие мерам Шура, то они абсолютно непрерывны просто по факту. По факту. Мерам Шура в смысле их остановить можно? Это же, в любом случае, вероятностные меры. Это всегда... Вот эти меры всегда вероятны. Прекрасно всегда вероятны. 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 Это не эта мера, а ее там... Нет, нет, наверное, нет, я думаю, что это правильно. Ну, в общем, короче, вот вопрос, тем не менее, мой вопрос, вот, может быть, там надо чуть-чуть... Может быть, я немножко тороплюсь, может быть, мерам Шура надо рассматривать все-таки сужение этой меры на положительное... Вот, давайте я здесь поставлю маленькие... Давайте я по-другому скажу, вот, мерам Шура, они совсем здесь рядом, но когда я сказал, что вот это просто буквально эти меры, может быть, это я немножко поторопился. Может быть, это я... Давайте этот, давайте это... По-моему, я правильно сказал, но давайте это я так поставлю, оставлю маленький упрощительный знак за поздним часом. Но, во всяком случае, вопрос совершенно... Вот, пожалуйста, вопрос, вот они, меры, вот в каком случае эти меры взаимно-абсолютно? Взаимно-абсолютно неправильно. Вот такой прекрасный вопрос. Такой прекрасный вопрос. Хорошо, все. Давайте тогда... Прошу прощения. На чем меры? На Z. На двоечных последовательностях. На конфигурациях на Z. Прошу прощения. Продолжение следует...